Это специальная рубрика эфира знакомства с бизнес-элитой Краснодарского края, людьми занятыми в сфере МСП, амбассадорами нацпроекта «Мой бизнес». 27 городов страны, в том числе Краснодар, скоро ждет открытие специализированных центров. Это часть еще одного масштабного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Активно поддерживаемого Министерством экономического развития страны и региональным департаментом инвестиций. Своё дело, как и с чего начинать, какие инструменты поддержки от государства есть в наличии примеры стремительных предпринимательских стартов. Сегодня на очереди рассказ Артема Миронова, амбассадора проекта «Мой бизнес», учредителя и продюсера проекта «Голос города». Артем, как зарождался и развивался проект? Насколько быстро? Довольно быстро. Мы для себя решили изначально попробовать что-то полусоциальное с моим партнером Ильей Фигеновым. И так и попробовали. Мы познакомились совершенно случайно с этим проектом, когда выбирали, чем вообще таким социальным заняться, как сделать наш город чуть интереснее, чуть краше. И это была первичная цель. Не была цель заработать. Искали, нашли именно такой вот интересный проект, пример этого проекта, переосмыслили его и запустили. Сами, как вы видели, очень быстро выросли, стали федеральной компанией. Когда запустили? В 2016 году всё началось. Как вы считаете, за два года в Краснодарском крае способы, инструменты, с которыми можно, с помощью которых можно вести своё дело в регионе, изменились? Стало ли лучше? Я думаю, да. Я думаю, да. И за последнее время прям значительно. И, собственно, поэтому я и согласился стать амбассадором проекта «Мой бизнес». Это абсолютно ничем не выгодная для меня составляющая. Мне за это не платят, и у меня нет никаких преференций. Но это та интересная миссия рассказать об вот этих как раз изменениях, о которых вы говорите. А вам лично что-то даёт участие в этом проекте? В проекте «Мой бизнес»? Нет, там нет никаких преференций для амбассадора. Может быть, что-то для вас значит? Что-то личное. Я вижу эти позитивные преобразования. Я могу это сравнить с бизнесом, который я начинал ещё в начале 2000-х. И этот гигантский скачок, конечно же, это что-то масштабное, что-то производящее впечатление. И в этих преобразованиях позитивных мне захотелось просто принять участие. Какие инструменты поддержки бизнесменов на сегодня в Краснодарском крае вы можете считать удачными? Вы знаете, для бизнесмена принципиально важно, ну все об этом говорят, да, главное не мешать. Бизнес он такой, выживает. Но это для большого бизнеса. Для начинающего бизнесмена гораздо важнее как раз-таки помощь. И помощь, знаете, вот прям в мелочах. Потому что начинающие, ну как слепые котят, в плане полного непонимания ситуации. То есть это нормально, это нормально абсолютно, это ни в коем случае не упрёк. И вот здесь, мне кажется, государство очень правильный крен берёт на поддержку. То есть поддержка та, которая сейчас происходит, это поддержка как раз вот именно этого самого начинающего бизнеса. И помогает в простых мелочах. Помогает сделать сайт, помогает сделать брендбук, помогает провести маркетинговые исследования, запустить какие-то компании, помогает с огромным количеством тренингов бесплатных, которые там прокачивают людей, тот же форум «Дело за малым». Это вот сюда, в копилку, это всё очень здорово. Когда вы начинали, когда вы придумывали и разрабатывали своё дело, вы нуждались в подобной поддержке? Вы нуждались в таких наставниках, которым вы сегодня являетесь, к примеру? С такими советами хотели ли вы воспользоваться? Или вам тогда приходилось просить помощи со стороны, и вы узнавали какие-то детали? Вы сейчас говорите о том, когда начинали «Голос города»? Вы начинали, да, в 2016 году. Ну, в 2016 году я уже был довольно состоявшийся человек, который прошёл большой карьерный путь. Я уже успел побывать руководителем металлургического комбината и коммерческим директором футбольного клуба «Кубань». Ну, конечно, тогда да. Мне было легче в этом смысле. Конечно, я сам выступал наставником, и я на тот момент уже был международным консультантом по спортивному маркетингу, стратегическому маркетингу. Соответственно, нет, я не нуждался. Но когда я начинал вообще свою бизнес-карьеру в начале 2000-х, разумеется, да, если бы хоть что-то подобное было, я думаю, я бы сейчас был гораздо круче. Как вы считаете, в 2024 году Краснодарскому краю нужно довести численность занятых в малом и среднем бизнесе региона до миллиона человек. Выполнима ли это цель национального проекта? До миллиона человек в России? Нет, в Краснодарском крае. Занятых. У нас же 5-миллионная «Кубань», да? Ну да, чуть больше уже, 5,5 миллионов человек живут в Краснодарском крае. Это довольно амбициозная задача. Да, это довольно амбициозная. Вы знаете, есть такая интересная статистика по показателю желающих заняться своим бизнесом. И если я не ошибаюсь, в Индии этот процент, там что-то порядка 60 или 80 процентов, у нас порядка 15 процентов. Мне кажется, именно вот на этом сейчас сконцентрированы все программы. То есть мы, может быть, немножко перескакиваем с такими амбициозными задачами, там довести до какой-то цифры. Давайте начнем с цифры хотя бы желающих. Вот то, что сейчас делает мой бизнес, это проект, который немножко упрощает восприятие вот этого бизнеса и помогает тем, кто так приглядывается к бизнесу, помогает им сделать этот решительный шаг вперед, попробовать. И вот эта поддержка простая, которая говорит, ну попробуй, ну в крайнем случае, ну тебе во многом помогли, ты многим не рискуешь. Она вот сейчас принципиально важна именно в этой части. Она помогает людям принять решение и получить вот это явное желание, прикладное желание попробовать. Вот тот миллион, о котором вы говорите, я бы его отодвинул по сроку. Каким вы видите дальнейшее развитие своего дела, своего бизнеса? Может быть, планируете ли какие-то инструменты в развитии своего дела использовать государственные? Да, думаю, да. Потому что мы сейчас очень активно вышли за пределы вот такого локального бизнеса по продаже билетов на такой туристический, экскурсионный и театральный продукт. Это, собственно, что из себя представляет голос города, это симбиоз, мы теперь стали компанией, которая научилась использовать аудиоиммерсивные технологии. Мы их выделили, и это такая выжимка наша сейчас. И уже эту выжимку мы теперь научились прикладывать для целей B2B-сегмента. Это совершенно новый рынок, здесь совершенно другие объемы, охваты, совершенно другие деньги. И думаю, здесь нам понадобятся инструменты, но это, скорее всего, уже не поддержка сайтами и прочее. Это все-таки для... Ну, что-то более серьезное. Да, более серьезное. И, скорее всего, речь идет о кредитовании, возможности получить какие-то финансовые инструменты. И какой бы вы бизнес-совет дали начинающим, тем, кто вот только сегодня задумывается об открытии своего дела? Я бы очень сильно посоветовал глубоко заняться самоанализом перед тем, как сделать ответственный шаг. То есть, что нужно сделать? Нужно внимательно посмотреть на то, что есть, то, что ты видишь в горизонте твоего видения. А потом столь же внимательно заглянуть внутрь, в себя. И нужно осознать, что бизнес – это очень увлекательная история. Это действительно очень увлекательный процесс. Он наполнен эмоциями и всем остальным. Но это история, которая совершенно не дружит. Она диссонирует со стабильностью. И если человек готов пожертвовать стабильностью ради интересной истории, то я бы посоветовал заняться. Спасибо большое. Это были «Бизнес-истории успеха» вместе с Артемом Мироновым, амбассадором проекта «Мой бизнес» и соучредителем и продюсером проекта «Голос города». Это был расширенный выпуск деловых фактов на телеканале «Кубань-24», и дневной информационный канал на этом завершает свою работу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok